Всем привет! Продолжаем Resident Evil Remaster. В общем, в чем здесь суть? Суть в том, что мы вывешиваем рентгеновские снимки в алфавитном порядке. Так, подожди, ну-ка. А, это я не то нажимаю. Да, я понял, хорошо. Так, используем. На каждом имени, ну, на каждом рентгеновской снимке есть имя. Вот, Алекс Бейкер, этот Б... Бейкер. Ну, Бейкет. Вот, и так далее, и так далее. Вот. А подсказка заключается в том, что тебе нужно найти третий код для открытия двери. И вот как раз красным помечаются проблемные органы у этих людей. просто тут минут двадцать-тридцать подумал насчет этого, прежде чем запустить. Так, так, подожди, не туда. Не надо ничего менять. То есть они уже стоят правильно у нас. Это особо ни на что не влияет. А вот подсказка здесь как раз. Мы ее читали на предыдущей серии. И что у нас получается? Джон Ада, это у нас вход в систему. А вот здесь как раз по инициалам мы смотрим, что у них болит. То есть у первого болел как раз пищевод. Вот это... Пищевод? У первого болела кишка, да, вот. Кон этот. Кулон. Кулон, короче. Вот. И, собственно говоря, в соответствии с рентгеновскими снимками выбираем код. Код у нас получается сил. Сел как-то так вот. В английском не силен. В общем, не будем на этом долго много заострять внимания. Пойдем сразу по сюжету линии дальше выполнять. Так, что у нас тут? У нас, во-первых, здесь аптечка валяется. Ну что, и оставить здесь пока. Так, пускай. Места не занимало. Тупил здесь долго. Почему? Потому что думал, что, ну, по классике получится так, что я поставлю правильно рентгеновские снимки, и где-то что-то щелкнет, и мне надо туда бежать. Здесь все работает маленечко по-другому. Так, вот припасы мы возьмем, чтобы не забыть про них. Так, вот здесь компьютер находится, вон там светится. Причем в уголочек сюда сбегаем. Да нет, не это нам надо. Во. Так, больше здесь, по-моему, никуда нам нельзя сбегать. Поэтому мы бежим к компьютеру. Так. В.А.С.И.Т. Записки ученого. Есть доказательства того, что когда носитель теряет сознание, тело впадает в кому. В это время вирус становится активным. Он быстро переобразовывает и реконструирует основные части тела. Носитель в конечном итоге мутирует в человекообразное существо. Мы зовем их В.А.С.И.Т.И.С. Это, наверное, лягушки. Его скорость и удивительное мышечное развитие требуют особого внимания. После трансформации оно становится более ловким и агрессивным. Уже четверо наших исследователей погибли, пытаясь покормить его, невольно превратив это место в кровавую баню. После этого, жестокого и трагического случая, мы решили назвать их Кримсон Хэт. Этот ценный и опасный образец прототипа не может быть оставлен тут. Нам необходимо найти способ борьбы с ним. Уничтожение, безусловно, не вариант. Наконец, мы решили заморозить образец и поместить его тело в подвале на кладбище. Нет, это не лягушка, это, наверное, какой-то другой. Так. А Ада, это, интересно, не Ада Вонг как раз. Я думаю, это она. Так, здесь мы вводим вот это. Глаза разбежались, потерял. ОК. Вот, что мы B2 уровень разблокировали. И давай-ка сразу B3 тоже. Все, идем дальше. Так, здесь у нас... О, слушай, а он еще красный до сих пор. Что нам надо? Ну, значит, что-то здесь еще не доделали. Значит, здесь что-то еще есть. А что и где? Может, здесь с компьютером можно будет еще что-то делать? Потому что вроде ничего нигде не поблескивает. А что здесь еще может быть? Я думаю, да, наверное, надо будет что-то... Ну, да, за угол мы бегали. А что здесь еще можно сделать? Да, наверное, надо будет что-то... Как отсюда выйти-то? Блин. Это хорош. Да, 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 дайте мне выйти отсюда. Что за чушь такая? Ой, блин, опять что-ли? Ой, блин, опять что-ли? Ну, мы это все сделали. Да, я думаю, здесь, наверное, надо будет еще какой-нибудь пароль ввести, наверное. Потому что вроде больше здесь ничего нигде не подсвечивается. Сейчас полки проверим все тогда. А, во! Ну-ка. Ну-ка. Аптечку нам предлагали взять. Так, а что я предлагаю сбегать к ящичку? Ну-ка. Ну-ка. Вытряхнуть все лишнее из себя. Ну-ка. Можно пробежаться по всем этим местам для лутания, собрать все, что можно. Потом уже дальше двигаться по сюжетной линии. У нас тут куча всего. Так, во-первых, зарядим эту штуку. Так, флягу наполнили. Надо бы вообще, на самом деле, оставить бы какую-нибудь аптечечку себе, с ней побегать. Хотя, в принципе, мы сейчас там можем взять. Ладно, пойдем, короче, сейчас пошаримся по всем этим. Блин, к какому этажу лучше? Пошлятство. Да, тут какие-то туда-сюда можно. Ну что, попробуем в эту дверь сначала. Потом уже снизу пошляемся. Угу. Что-то там светится. Так, это третий диск. Сейчас мы сначала проверим все, что здесь есть. Так, патроны. Что-то тут много всего дают. Давай-давай-давай-давай. Во. Так-так-так. Патроны. У нас дробовик 10, по-моему, вещается. О. Протоколы безопасности. Уровень 1. Вертолетная площадка. Только для администрации. В случае чрезвычайной ситуации ограничения снимаются. 1-й цокольный этаж. Проход к вертолетной площадке. Вход без сопровождения научного персонала или начальника службы безопасности строго запрещен. Несанкционированные лица, пытающиеся проникнуть на вертолетную площадку, будут расстреляны на месте. Лифт. Лифт останавливается во время чрезвычайных ситуаций. 2-й цокольный этаж. Конференц-зал. Только для специального исследовательского отдела. Все другие попытки попасть туда должны согласовываться с Кейтом Арвингом. 3-й цокольный этаж. Тюрьма. Использование тюрьмы находится под контролем санитарного отдела. По крайней мере, один научный консультант, Сид Рос Вескер, должен присутствовать при использовании вируса. Тройной дверной замок. Вход в комнату ограничен всего одним человеком, который отключает блокировку замка. Кодами доступа. Кодовые терминалы расположены у каждого старшего научного сотрудника. Генераторные. Здесь легковоспламеняющиеся материалы используются в качестве основного источника питания генераторов. Доступ имеют только контролеры штаб-квартиры. Это ограничение не относится к научным консультантам со специальным разрешением. Кодовые терминалы. Использование и доступ к кодовым терминалам осуществляется только с разрешения уполномоченных старших сотрудников. Четвертый цокольный этаж. Что касается развития тирана после ввода Т-вируса. Далее неразборчиво. Чего? Так. Вот. Мне кажется, здесь должна быть дверь. Нет? Какая-то. Вот это же не просто. Может потом. Так. А что у нас здесь еще есть? Какая-то терминал для ввода паролей. Использовать. Да. Ага. А у нас нет никакого пароля. Угу. А вот они. Цербер. Акулы. Нептун. А. Это хантеры лягушки. Тиран. Группа исследовательного. Персонала. Так. А вот это нам, наверное... Ну-ка, подожди. А вот это нам, наверное... Вескир вон там стоит. Типа покажут. Восемь. Три. Четыре. Так, ладно. Здесь пока еще ничего не решено. Пойти пока в другую комнату сходить. Но у нас пока нет ничего. С кодами-то. Так, чё у нас там? Снаряга вся заполнена. Так, чё, пока. Нет, давай тут тоже положим эту штамп. Снизу же у нас будет валяться эта штука, ну пойдём возьмём её. Снизу же у нас будет валяться. У нас была дверь, да? Потому что она разблокировалась. Заберём. Забирай. Да, хочу взять. Что у нас по карте? По карте вот как раз у нас открылась дверь вот эта. Вот это вот. Ну ладно, блядь. Я тебе не верю. Всё. Есть место, да? Чё-то нас готовит к чему-то прям совсем опасному, да? Патронов даёт всяких. Во, слайды. А туда можно ещё куда-то сходить. Ну да, причём здесь ещё что-то есть. Ага. Вижу. Вижу. Куда? Куда? Санитарный отдел. Кому? Менеджер санитарии. От кого? Комитет Раккун-Сити по чрезвычайным ситуациям. Этот факс закодирован и предназначен только для адресата. Любое копирование или раскрытие содержимого факса третьими лицами строго запрещено отправителям. Уничтожить немедленно после полупрочтения. Забыли они это сделать. Мы наблюдаем значительное увеличение ущерба, нанесённого утечкой Т-вируса. Это превзошло все ожидания. Есть несколько проблем. Проблема... Так, первая проблема. Т-вирусом было инфицировано больше половины исследователей. Они погибли. По сообщениям почти у всех оставшихся в живых, в этом инциденте начинают проявляться признаки заражения Т-вирусом. Вторая проблема. Наша секретная патрульная команда службы безопасности полностью уничтожена. Таким образом, самые секретные исследования рискуют быть обнародованными. Необходимо предпринять действия для предотвращения утечки в СМИ. Третья проблема. Существует высокая вероятность того, что большинство образцов вырвалось на свободу. В будущем мы ожидаем большие потери. Однако при потере подчеркивают успех наших исследований. Нужно что-то предпринять, чтобы результаты наших исследований не были оглашены. Мы ожидаем, что первое официальное вмешательство будет от полиции штата и отряда Старс. Мы настоятельно рекомендуем принять меры против них. В первую очередь. Все. Да, все. Так, ну я думаю, мы сюда-то больше не пойдем или сжечь его на всякий случай. Чтобы он не превратился ни в кого. Так, нет. Пока возможности есть, будем сжигать. Там дальше будет видно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Все. А вот коридор подсвечивается красным, значит там еще что-то есть. Пойдемте кассету поставим. Баби... Я надеюсь, это сюда как раз... Нет, это не сюда. Если я только не промахнулся... А, нет, сюда сматрик. О, 8462. 8462. Нормально так. Так, ключик. А здесь еще что-то есть. Здесь еще что-то есть. ну давай посмотрим мы только что смотрели так а что мы здесь не взяли еще самое главное где ничего важного давай а вот все так эта комната у нас тоже пройдена я вот думаю нет не вылезли ли уже какие-нибудь здоровые твари что нас убивать это я насчет того что сохранится или пока еще в принципе что мы сделали мы открыли это взяли это так то на самом деле еще немного сейчас еще пару комнат исследуем и после этого уже это сохранимся спасибо спасибо давайте посмотрим что у нас тут светится где что мы не взяли я думаю что здесь что-то на полках на вот этих да вот это здесь опа на ну да так а здесь то у нас двери получается смотри все закрыты где-то еще ну да а во использовали ключ какая-то дрянь здесь копошится я же слышу так а тут ну ка ну ка а здесь мы можем ну ка и куда мы пришли ну и хорошо здесь конечно использовать что-то ну я понял да вот что за тварь е-мое фигася а нормально у нас так сразу поход салта я думаю стоит быть более осторожными раз тут уже мухи появились я помню что здесь будут какие-то твари ты ема еще один и она промахнулся они так и так стой 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 опасно уже хорошая мута слезть сверх не попадает ну что к стенам тут зафигачить ты чё такое ощущение что они так и будут а есть вообще что в этой комнате дергаюсь а тут же нет ничего так мы можем отсюда залезть можем только у нас ничего нету у нас еще и внимание поход делал зря и не сохранился что-то мне кажется что это было моей большой глупостью от ком это мы получается просто с другой стороны до залезли так мы открыли проход а что нам здесь надо взять болит что-то здесь надо взять подключить сук о система ввода пароля нужны диски да а диски подожди диски то у нас есть еще предлагаю бежать заодно там сохранится раз таки такая пьянка пошла что есть куча этих жуков паразитов вылезла отовсюду так как нас максимально можно сократить расстояние вот куда 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 побежал так что у нас с этим блин пока мне кажется зомби то обычно не предвидится уже может убрать пока эти сейчас подготовимся к дальнейшему походу так меняем на патроны для дробовика это на диск тоже диск так что кнутра ушку взяться так что кнутра ушку взять аптечки могут еще дальше пригодится зеленая красная трава зеленый сколько на зеленых 2 все ладно хрен с ним пока так оставим все как есть где-то планы чем помчались посмотрим что с дисками нужно сделать теперь не так страшно до сохранение конечно дает прям чувство безопасности просили так так беги застрял надо вы шутите что то есть я вышел и она обратно встала до печально че но если секунд здесь не будет кстати можно попробовать вот сюда еще 10 и кстати патрона на открыто что та же самая дает да да залезай так я думаю сейчас сразу освободим путь на всякий случай духа то что случилось чудо закрутился все и что за глюк нифигасе в смысле не обязательно подожди а все что здесь как бы этот как бы будет несколько терминалов смотри-ка это я еще с первого раза диска правильно включил нужно так ну что у нас получается здесь все открыто да пойдем еще слотик освободили а кто-то здесь ходит а ну обычные жюрики ходят а а в это в в в в Еще один идет. Так, а вот еще место освободилось. Так, здесь заперто, здесь заперто. Так, давай вот эту проверим комнату. О! Отличненько. И смотри, тут у нас записная книжечка. Если надо тебе бегать, не поймешь куда. Записная книжечка. Машинка. Так, давай тогда мы там уродов сожгем. Где у нас эти? Вот это зажигалка. Сейчас сначала сожгу их. Так, а где ты? Оба-на. А смотри-ка, они просто исчезли и все. Ну ладно. Исчезли, значит, исчезли. Ну, кстати, этот арсенал-то у нас внушительный. Так, где тут была? Вот она. Вообще классно. Живем. У нас четыре сохранения. Все, поставь. Это да, поставь. Я понимаю, что нас уже готовят к чему-то прямо вот страшному. Как-то соединить. А, во. Отлично. Так, ну и что, наверное, на этом и закончим серию. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok